всем привет ребят с вами как себя дред и мы будем сегодня делать меч месяц назад ко мне обратились ребята из лос-тарка и попросили сделать меч чтобы его разыграть среди подписчиков меч непростой называется был курс очень крутой в игре я думаю вы знаете что это за игра лос-тарк я до сих пор в нее рублюсь и мы будем сегодня его делать делать будем его из мдф будем красить кисточкой делать всякие подсветочки ну и так далее ну а это небольшой спойлер тут пришла посылочка из двух коробочек таких здоровых посылочка от юмотекса я в видосе про мосинку рассказывал про них это и подразделение росатома и они тут не прислали углеродной ткани и мы будем следующими досье или через один видос сделать карбоновые пластины но это так тип небольшой спойлер также также нет ладно покажу 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 эту красоту это это просто мега круто сейчас вот она эта ткань просто мега крутая а пластины из нее получится просто охрененные но что мы из нее будем делать я вам не скажу пусть будет сюрприз бардачина бардачина показывают только свои ноги тут много спойлеров опа чуть у нас тут лежит а это слива в обвесе вертекс а еще тут куча дисков спойлер ковш будильник вот там вот skyline skyline 2000 old school просто мега крутая диорама получится офигенная я уже представляю как я буду над ней пахтеть ладно короче погнали мы сейчас склеим листы мдфа чтобы заделать из него наш огромный меч ну как огромный такой средний но зато будет крутой погнали да чувствуешь себя иногда не крафтером а каким-то кондитером для меча мне понадобится мдф толщиной 16 миллиметров 4 отрезка которые нужно будет склеить с помощью столярного пва клея чтобы получились две плиты по 32 миллиметра склеиваемой части нужно будет обязательно чем-то придавить чтобы меньше было зазоров ну и мешки с плиточным клеем как раз тему ну что ж расскажу про условия розыгрыша но перед этим хотелось бы отметить что lost ark вышло новое обновление 2.0 которая изменила эту игру теперь исследовать большой мир будет еще интересней вам нужно развивать своего персонажа сражаться с монстрами и другими игроками постройте собственное поместье на свой вкус создайте лабораторию для крафта предметов и снаряжение исследуйте новые земли совместно с друзьями также в игру добавили новый континент фейта а если вы устали от сражений то займитесь мирными делами сходите на рыбалку или охоту займитесь археологии или отправьтесь путешествие на собственном корабле на исследование морских просторов благодаря новой системе ускоренной прокачки и измененной механики крафта прокачаться вы теперь сможете намного быстрее в этом lost ark не стоит на месте и совершенствуется так что если вы новичок или старый игрок то переходите по моей ссылке в описании получать подарки начинайте свое путешествие уже сейчас игра абсолютно бесплатно и полностью переведена на русский язык конкурс стартует 2 декабря все условия и подробности можно посмотреть в официальном сообществе в вк lost ark в россии так что не пропустите такую возможность ах да процесс у нас будет достаточно технологичным кому-то это не нравится кому-то нравится так что вот так вот и для этого нам конечно же понадобится 3d модель меча которую нужно создать только по фотографии 3d модель билл круза мы создавали совместно с нашими друзьями из волкост долго думали как что сделать мучились обсуждали но в итоге у нас получилась вот такая вот красота но не стоит радоваться так рано сейчас позалипаем на таймлапсы фрезеровки и я расскажу почему mdf фигня и для 3d фрезеровки он практически не подходит а и Субтитры подогнал «Симон» Короче, МДФ говно. Вот просто вот так вот. Во-первых, куча пыли, хотя есть у нас стружкоотсос. Куча вот таких вот артефактов, которые вырвались при 3D-фрезеровке. И на МДФ очень сильно тупится инструмент. Мы поставили новую фрезу от GD Tools. Это хороший производитель фрез. И после 20 часов фрезеровки фреза просто сказала «пока-пока». Она затупилась, начались вибрации. От этих вибраций, конечно же, частота фрезеровки нарушается. Вот так вот получается. То не есть хорошо. Также наворачиваются подшипники на шпинделе. А шпиндели – это очень недешевая вещь. Ну и, конечно же, вот все косяки. То, что у нас получились. Вот тут вот вырвало. А вот тут вот в нескольких местах вырвало. Плюс у нас очень тонкие вот эти вот повозочки. Они тоже вырвались, по сути. Внизу там в нескольких местах МДФ вырвался. И, блин, надо было, короче, прислушиваться внутреннего голоса. И делать все это дело из бука. Потому что это самый лучший и самый надежный материал, как по мне, для фрезеровки таких сложных 3D, скажем так, деталей. Но, короче, отступать мы уже не будем. Потому что позади, блин, 20 часов фрезеровки. И, короче, нужно будет сейчас доделать вторую часть. Это у нас первая. Мы еще дофрезеруем тут вот такой вот кусочек лезвия. Потому что во фрезер у нас не влазит. Тут длина примерно 950. А фрезер у нас всего 900. Короче, 5 сантиметров. Но мы решили порезать вот здесь вот больше намного, чтобы потом дофрезеровать. Сейчас у нас лежит вторая деталь. Тут мы уже выфрезеровали углубление. С одной стороны внутренней. Куда будет вкладываться акрил. Акрил у нас 8 миллиметров. И с одной половинки мы выфрезеровали 4 миллиметра. И с другой. Как тупица фреза я уже показал. Сейчас мы это дело все перевернем. Вот эти, кстати говоря, отверстия нужны для центровки правильной. Мы сейчас переворачиваем деталь. И центруемся по вот этим отверстиям. И запускаем черновую 3D-обработку той же самой фрезой. Ну, точнее, новой такой же фрезой. Потому что это уже все. Капсдец. Ну и посмотрим, что у нас выйдет. Мы поменяли немножко. Там другие настройки поставили. Может быть, будет лучше. А может быть, будет хуже. Но дольше это 100%. Потому что первая черновая 3D-обработка, она была 8 часов занимала. Сейчас у нас займет где-то примерно 9,5 часов. Мы поменяли алгоритм работы фрезера. Раньше он у нас выбирал в круг вот так вот. Сейчас у нас будет выбирать вот так вот по горизонту. Ну и, короче, сказал все на одном дыхании. Думаю, вам интересно. Посмотрим, что из этого выйдет. И вот так вот, короче, получается. Я не скажу, что тут мало работы предстоит. Так как МДФ, ну, очень капризный материал. Сейчас, короче, вооружаюсь вот такой вот фигней. Это скотч-брайт именно по дереву. Есть скотч-брайт для автомобильной краски. Ну, для автомобильных покрасок, скажем так. А это именно для работы с деревом. И начинаю все это дело вышлифовывать. Каждую выемку, падинку, ну и так далее. Склеим вот эту штуку и там, и там. И потом нанесем, ну, наверное, слоев 5 грунтов, чтобы она впиталась. И начнем еще раз шлифовать, чтобы вывести вообще, вытял все это дело. Тут есть, конечно, косяки. Вырвался МДФ. Тут, вот тут вот вырвался МДФ. Вот эти вот части сейчас я не буду шлифовать. Мы их зашлифуем после того, как мы покрасим и склеим. Чтобы подогнать две половинки мяча друг с другом. И не было особо больших зазоров. Также нужно будет сделать выборку вот здесь вот. Удалить вот этот аппендикс. Сделать вот тут вот такие вот рожки. Ну, не рожки, колечки. А тут будут рожки. И еще на мяче будут такие пластинки. Не знаю, скорее всего, их напечатаем. А может, выфрезеруем. Ну, короче, посмотрим. Ну, и, конечно же, с этой стороны сделаем углубление под рукоять. Короче, хватит болтать. Погнали делать. Хе-хе. Короче, не мяч получается, а подопытный. Решил пропитать я весь МДФ ценокрилатом. Это что-то типа суперклея, кто не знает. Я специально прикупил более жидкий, чтобы он лучше впитывался в МДФ. Раньше для повышения жесткости МДФ панелей я использовал обычный лак. Но его потом шлифовать вручную очень трудно. И впитывается он намного хуже. А вот ценокрилат самое то. Впитывается он почти на 5 миллиметров. И получается что-то типа деревянного пластика. Но есть и обратная сторона всей этой фигни. Он очень сильно воняет. И без мощной вытяжки его лучше не наносить. Или на кроняк на улице. Все это дело делать. Но главное, чтобы никуда не попало. Ни в глаз, ни в нос, ни в ухо. Короче, поняли. Все дырочки зашпаклевываем автомобильной двухкомпонентной шпаклевкой. Ждем пока она твердеет. И начинаем заключительную шлифовку. Которая даст нам достаточно ровную, не ворсистую поверхность. Рукоять будет у нас с алюминиевой трубой внутри. Меч достаточно будет тяжелый. И усиление тут не помешает. Выражаемся бормашиной и делаем углубление для той самой 25-мм трубы. Бо, самый мой любимый момент. Стекляшечки, фонарики, лампочки. Обожаю все это дело. И поэтому мой Белкруз будет светиться. Он будет светиться так, как и топор мародера, и горнила. Ну, короче, вы поняли. Лазеры в этом проекте я использовать не буду. Слишком мало места. Поэтому светодиодная лента вполне подойдет. Лента у меня шириной 10 мм. А углубление для акрила 8. Так что придется чуток подточить. И все зайдет. Акрил решил замотовать скотч брайтом. На матовом стекле лучше будет рассеивание света. Но и будут видны лучи осветодиодов. Прозрачный акрил что-то неохота оставлять. Короче, мат. И да, так лучше. Все-таки так лучше. Это всего лишь была примерка перед покраской. Так что еще нужно будет загрантовать обе половинки мяча. И накинуть один слой антигравия, чтобы придать шероховатую поверхность. Вклеиваем и спаиваем светодиодку. Красного цвета ленты у меня было два разных типа. И поэтому решил в той части, где акрил уже, приклеить с меньшим количеством светодиодов на метр. А где шире, с большим. Да, косяк. Надо было внутрянку сразу красить. Непрокрашенная внутренняя часть очень хорошо просматривается через акрил с обратной стороны. Так что теперь придется художественно акрилом подкрашивать. Ну что ж, вкладываю стекла и можно склеивать две половинки. Не стал наносить сразу много клея, поставил несколько точек и зацентровал вторую половинку. Весь же контур потом проливаем космофеном через иголочку и стачиваем все лишнее. Рукоять мяча напечатал на вашем любимом 3D принтере из АБС-пластика. Ну а вот стеклышки и основу глаза напечатал из бесцветного СБС-пластика от фирмы Филаментарная. Классный материал, единственное, нужно будет пройтись у Айспиритом. Саму рукоять шлифовал вручную, ну а вот над навешием решил проэкспериментировать и сточить слои бурмашины. Ну и вроде все получилось не так-то плохо. Субтитры подогнал «Симон» При покраске решил попробовать пару новых способов нанесения краски, ну как новых, старых. Просто обычной кистью и поролоном. И вот второй вариант самое то. Поролон неоднородно наносит краску на поверхность и виднеются черные хаотичные пятна. Самое то для убойного фэнтези. Ну и высветление можно сделать краской в несколько тонов светлее методом сухой кисти. Тут ничего сложного. Что ж, осталась электроника. Тут тоже достаточно все просто. Для питания нужны нам будут аккому 18650. Плата повышения с 3,7 вольт до 12 вольт, так как светодиодная лента у нас на 12 вольт. Плата зарядки защиты от переразряда. Ну и светодиоды для навершия и глаза. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, на этом все. Участвуем в конкурсе. Не забываем подписаться и поставить лойсик. Ну а с вами был, как всегда, Дед Дредд. До встречи в следующем видосе. Пока-пока.